Меня зовут Павел Лебедев, и в этом коротком видео я расскажу вам, как вставить видео на слайд. Более того, я расскажу вам не один, а аж три способа, как это сделать, чтобы вы могли выбрать тот, который вам больше всего подходит. Если коротко, способы такие. Первое — это внегрить файл в презентацию, перетащить ее, воткнуть туда и так далее. Прямо сам видеофайл, если он у вас есть. Второе — это вставить ссылку на видеофайл, который загружен на YouTube. Так тоже в PowerPoint можно. И третье — вставить как GIF-анимацию. И подробнее сейчас расскажу про каждый этих способов. Откуда я вообще про все это знаю? Я уже около шести лет веду тренинги про презентацию, про то, как доносить мысли через слайды, через документы, улучшая отчеты, коммерческие предложения. Ну, в общем, если вы подписаны на мой канал, то вы уже наверняка в курсе этого. Если не подписаны, то скорее переходите, подписывайтесь, чтобы вы посмотрели, как не только сделать это в PowerPoint, но еще и сделать ваш документ эффективным, потому что чаще всего цель-то она именно в этом. Поехали про способы. Способ номер один — внедрить файл. Заходим в меню «Вставка». Вот здесь у нас есть «Главное», тут есть «Вставка». Открываем «Мультимедиа», «Видео» и «Видео на компьютере». И ура! Мы можем открыть любой видеофайл и воткнуть его прямо туда. Берем. Вот он втыкается. И, пожалуйста, он готов. Можно его даже проиграть на слайд-шоу. Вот именно когда вы показываете презентацию, оно все вот именно таким образом и будет выглядеть. Этим видеофайлом можно еще чуть-чуть как-то управлять, но не то, что прямо уже сильно. Хотя плюс то, что можно, например, кадрировать этот видеофайл и оставить только тот фрагмент, который вам нужен. Например, там внизу у меня полосочка вот с панелькой. Я, например, не хочу ее и могу ее кадрировать. Плюсы отличные. Минусы. Минус в том, что если вы загружаете файл в презентацию, презентация становится очень большая по объему. И переслать ее практически невозможно. Более того, на предыдущих версиях PowerPoint эта штука может не заработать просто потому, что у кого-то не будет вашего видеокодека или какого-то другого настройки, которая не позволит это все проиграть. Поэтому штука хорошая, но, блин, не всегда работает, и это очень обидно. Используйте ее, когда вы будете показывать все это на том компьютере, на котором вы проверили, что оно работает. Вот тогда стопудово все будет хорошо работать. Следующий способ – воткнуть видео как ссылка на YouTube. Открываем вставка, мультимедиа, видео и видео из интернета. И удивительно, вы можете ввести URL-адрес видео из интернета. В принципе, он неплохо справляется. Вот это вот мой канал на YouTube. И я здесь беру, нахожу какое-нибудь видео, структуру эффективной презентации. Копировать адрес ссылки. Я правой клавишей кликнул. Вот, или если я вот ткну на это видео, вот здесь вот вверху есть вот это вот. Копирую и открываю PowerPoint. Втыкаю вот сюда вот в эту строчку, которую он мне предложил, нажимаю «Вставить» и жду какое-то время. И теперь, пожалуйста, готовое видео. Теперь, если я нажму на Play, оно там какое-то время будет грузиться. Ну, в общем, это будет не супербыстрая штука, потому что, на самом деле, минус у этой штуки следующий, что если у вас нету доступа в интернет, у компьютера, на котором это будет проигрываться, то и видео не проиграется. Потому что оно же в YouTube находится, оно не на компьютере. И более того, на старых версиях PowerPoint эта штука тоже может не сработать. Обидно. Так что плюс, конечно, есть. Вес файла небольшой. И если вы знаете, что человек, который будет это смотреть, он откроет ее именно на компьютере, где будет доступ в интернет, хорошая история. Есть еще один минус, который не очевиден. Вот я, когда нажимаю на просмотр слайдов, кликаю на этот слайд, просто нажав на стрелочку «Дальше», оно может не проиграться. И это прям обидно, потому что, на самом деле, нужно то, чтобы видео проигрывалось сразу, когда ты его показал, и оно сразу проигрывается. Здесь эта штука не работает. Обидно. И, опять же, минус порой иногда перевешивает все плюсы, которые здесь есть. Ну и третий способ – вставить видео как гиф-анимацию. То есть мы можем взять вставка, и гиф-анимация – это не видео, на самом деле. Это просто анимированные картинки, которые одна за другой сменяются достаточно быстро. Ну, чем не мультики, но по большому счету да. Но плюс-то тут в том, что она как картинка, а картинки отображаются на всех версиях PowerPoint. Я вот нахожу вот эту картинку, втыкаю ее сюда, вот у нас она просто как статичная картинка сделана, даже побольше ее. Вот, но когда я включаю просмотр слайдов, опа, вот, это похоже на видео. Похоже на видео? Да, это похоже на видео. Ну вот, получается, что эта штука выглядит как видео, единственное, на ней нет звука, да, из минуса, минусы тоже есть. Вот, но из-за этого презентацию можно пересылать, и, в принципе, такие штуки, они очень классно создают прикольное вообще настроение в вашей презентации. Итого, у нас есть три способа, как вставить видео в презентацию, но ни один из этих способов не работает на 100%, так что вы стопудово могли вставить видео в слайд, и все заработало. Отсюда напишите в комментариях, какой из этих способов вы выберете для себя, какой вам подошел, какой не подошел, ну и также вопросы ваши тоже напишите внизу, потому что я тогда ответом на ваш вопрос могу просто записать следующее видео и рассказать, как все это делать. Ну вот, также не забудьте подписаться на канал, потому что я сейчас буду выкладывать большое количество видео и советов про PowerPoint, а если уж вы в нем работаете и вы хотите ускорить вашу работу в PowerPoint, то вам они точно пригодятся. Так что с вами был Павел Лебедев, ставьте, да вы уже все поставили, я верю, я верю в вас, поэтому до скорых встреч, всем пока-пока.